А у нас весна, хорошо, солнышко светит на улице. Не хочется вышивать, хочется гулять. Случилась у меня тут маленькая проблемка. Вышиваю я собор Василия Блаженного, и у меня не хватает цвета номер 9, видите? Видите? Буквально на 5 крестиков. 3 крестика здесь и 2 крестика вот здесь. Ниток нет. Я не знаю, я в панике, я не знаю, что делать. Но благо у нас есть девочки, у которых есть карта с нитокриолис. И сейчас я просто подберу цвет ниточек. У меня осталось немножечко остатков, и вот я уже примерно сразу вижу, какой это цвет ниток. Это будет 363. Мне кажется, он наиболее... Ой, сейчас сфокусируется. Вот он, 363 цвет ниточек. Думаю, он наиболее подходит. Даже не наиболее, а что это именно этот цвет. Пойду сегодня покупать в магазине. У нас есть ниточки данной фирмы в магазине, в свободном доступе. И уже туда дошью колокольню. Фирму Риолис я писать не стала. По одной простой причине, что не хватило всего лишь на 5 крестиков. Если бы не хватило на большее количество крестиков, я бы, конечно, им написала. Но вопрос с 5 крестиками, я думаю, как-нибудь решу. Сегодня у нас вторник, 17 апреля, и я почти закончила свой маяк. Сегодня, наверное, закончу. Снимаю на подоконнике, у нас дождь, я в гостях у мамы. Поэтому это единственное светлое место. Мне осталось докрутить фрузелки. Кручу я фрузелки белым цветом. Фрузелки, это моя нелюбовь. И, наверное, после этого сюжета я их не полюблю. У меня болят уже все пальцы, потому что я накрутила фрузелки уже, которые вот желтенькие. И сирене я вам здесь очень много накрутила. Осталось вот белое. Конечно, без них было не так красиво, но тяжело. И осталось вышить вот здесь вот уголки, здесь и здесь в видео. Потому что в пальцы они не влазят. Перепяливать я уже тоже не буду. Буду дошивать на руках. И надеюсь, что в скором времени покажу вам уже готовую работу. Вот такая вот красота у меня теперь есть. Не удержалась. Не удержалась и купила примулу. И примулу у меня еще не было. Вчера мне удалось купить необходимые и нужные мне ниточки для того, чтобы дошить колокольню. Дошить своих 5 крестиков. Благо, ниточки недорогие. Всего 9 рублей моточек. Так что я думаю, я переживу такую потерю. Потому что у меня проезд на автобусе стоит раза в два дороже. И побольше даже, чем в два раза. Еще у нас была здесь рукодельная встреча. И я опять обогатилась на ниточки Dimensions. И девочки, псковские вышивальщицы, зная, что я коллекционирую и собираю нитки Dimensions, мне в этот раз уже Наденька дала нитки именно вот с набора Мамина чашка, которой я уже часть разобрала, ниточки. А здесь мне даже разбирать не надо. У нее намотаны они на бобинках и номера подписаны. Надюш, спасибо тебе большое. Я безумно тебе благодарна. Я еще не разбирала, правда, нитки. Но я уверена, что ты меня приблизила к моей мечте цветов на 5-6 не меньше. Потому что уже на 4 цвета только благодаря маминой чашке я приблизилась к своей мечте по отшиву венка. И здесь точно должны быть цвета, которые мне нужны и которыми я буду использовать. Я уверена в этом на 100%. Спасибо тебе, Надюш, большое. А вот здесь вы можете, а здесь вы, кстати, можете посмотреть, это моя коробочка. Правда, я думаю, мне надо покупать вторую коробочку. Покупала я ее в фикс прайсе, она для мелочей. И сюда я наматываю нитки на бобинки и раскладываю их по номерам. И уже некоторые номера, которые достаточно богаты, например, номера, которые начинаются на 12 или на 13, уже не очень хорошо влазят. А нитки, которые начинаются на 15, они вообще занимают уже 2 ячейки. Поэтому буду сейчас разбирать ниточки и чахнуть над своим богатством. Спасибо, девочки, большое за предыдущие пополняшки. Жене еще раз спасибо, а за эти Надюши. Я вас люблю, девочки. После нескольких дней холодов, было 2 дня в действительно очень холодно, дождь начинался, опять выглянуло солнышко. И я пришла сюда фотографировать свой маяк, который я закончила. Вообще, я здесь очень люблю гулять. Это у нас финский парк. Здесь очень тихо, очень хорошо. А с другой стороны, вот с этой вот, здесь построили красивунные дома. Это, насколько я понимаю, отели. Ну, в общем, очень красивые дома, дорогущие. И идешь так, любуешься, смотришь. Я люблю это место вообще, в принципе, в любое время года. Я часто здесь снимаю вышивку, именно фотографирую. Здесь очень много красивых мест. И потом мы с вами сходим еще погуляем по Кремлевской набережной. Пошла искать место. История о том, как я переношу вышивки. Смотрите, опа, русская кухня. Опа, лежит здесь у нас наш маяк. Так, нашла я место все-таки, где сфотографировать свой маяк. Приеду домой, посмотрю. Вроде бы здорово получилось. И вот это наша река Великая. Вот, она у нас такая большая, полноводная сейчас. А здесь опять-таки Кремль наш. Вот, поэтому гуляю здесь. Иду к остановке. Гуляю хорошо, тихо. Народу мало, потому что сегодня опять-таки будний день, пятница. День, причем еще не вечер. Хорошо, прекрасно, чудесно. В общем, я довольная жизнью. Сейчас поеду домой, а потом дела ждут меня. А потом буду монтировать ролик. А сейчас предлагаю вам поближе посмотреть на мой маяк. Маячок очень красивый. Это самый мой любимый маяк. Маяк на рассвете от Дима. И вот, знаете, я очень боялась бэкстич вышивать на этом маяке. Но не того я боялась. В этом дизайне оказалось неимоверное количество французских узелков. Которое меня просто ввело в замешательство. Я могу теперь однозначно сказать. Если меня спросят, Ира, что ты не любишь больше? Бэкстич или французские узелки? Я вам скажу однозначно и точно. Французики. Отшив маяка у меня больших сложностей не вызвал. Отшивала я его, да, достаточно долго. Отшивала я его с конца сентября по, получается, апрель месяц. Но это был дорожный процесс. Самый легкий участок, на мой взгляд, это небо. Небо отшивается полукрестом, поэтому все достаточно легко отшивалось. Ну а самое сложное, я вам сказала, для меня это были французские узелки. Ну а также я немножко застопорилась на отшиве именно зелени и цветочков, потому что там очень часто меняется нитка. Поэтому это замедляло работу. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Желаю вам легких крестиков. Всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok